Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего. Отличная погодка. Отличная погодка. Настроение. А что, оно должно быть плохим? Все нормально. Все нормально. Все нормально. Итак, начнем с ваших вопросов. Вот такой вот вопрос. Почему там детям, или как так получается, что детям 3-4 лет делают операции по удалению аппендицита? Раньше, ну допустим лет там 40 назад, была принята такая мысль, что это орган, как бы ненужный для организма, орган исчезающий, как там его называют, рудиментный. То есть аппендицит, это ненужный орган, и человек легко и просто без него может обходиться. И поэтому, что там, поможем природе сразу же после рождения туда-сюда. Я слышал такое, удаляли аппендицит, мне нужен, да и все, не нужен. Но потом изменилось мнение, что в организме ничего лишнего нету. Что это вообще такой нужный и важный орган по защите нашего кишечника. И его стали оставлять в покое. Но тем не менее, как мы знаем, аппендицит там воспаляется в том или ином случае. Это чревообразный отросток. И его удаляют. Потому что воспаление приводит к серьезным последствиям. Впроть до заражения организма и летальным исходом. Ну, этот не так уж часто бывает. Но бывает. И здесь уже роль играет сам человек. То есть сам по себе этот чревообразный отросток под названием аппендицит. Он просто так не воспаляется. Нужны причины. Которые к этому приводят. Как правило, это какое-то питание. Что-то такое. Съел. Или съедает. Это вода. Вот если взять конкретно меня. Я без аппендицита. Это было, когда мне где-то было лет 20. Плюс-минус там полгода. Туда или сюда. Примерно так. Мы поехали в Ейск на сборы. Я тогда был в армии. Спорт-рота. И там вода такая. Знаете, с водой там какая-то проблема. Вода. Он не совсем подходит для питья. И как правило, у многих начинается понос. Расстройство кишечника. Ну вот что-то такое у меня там случилось. И вдобавок. Вот прихватила правый бок. Прихватила сильные боли. Меня со сбора повезли в больницу. И значит вырезали аппендицит. Я хорошо помню. Потому что попросил, чтобы мне его показали. Такой, знаете, вот отросточек у меня был. Где-то толщиной вот с этот вот палец. Вот такой вот. И там всего лишь навсего. Вот я все сравниваю. Как бывает в глаз вдарят. И бывает на белке глаза такой, знаете, небольшой кровоподтек. Вот примерно такой маленький кровоподтечек был там. И причем вот мне было плохо-плохо-плохо. А перед самой операцией раз как-то все прошло. Боли там исчезли. То есть можно было и не делать. Но тем не менее. Что сделано, то сделано. И вот после аппендицита 20 лет у меня возник геморрой. То есть мы думаем, что вот эти все вмешательства операционные, как бы сказать, да, что там, залезли туда, вырезали, и все это так нормально проходит. Нет. Если брать с учетом там просто физиологии, возможно, это и безопасно. Но существует еще тонкая физиология. И вот тут-то, что мы перерезаем, что мы нарушаем, современным врачам неизвестно. Потому что они не знают тонкую физиологию. А нарушения вот эти вот. И, кстати, это не только у меня. Встретил еще человека, который там говорит, что... И у меня тоже такая картина. Сделали аппендицит, и вылез потом геморрой. И лечи его. Пока это все не восстановится. То есть прошло довольно-таки долго. И много времени, прежде чем у меня там, все это нормализовалось. Вот я чувствую, более-менее нормализовалось. Но, тем не менее, так как этот, вроде как, орган лимфоидный, защищающий кишечник, мой кишечник остался без защиты. Без иммунной защиты. То есть лимфоциты, увы, там не так... Не так, как бы сказать, себя чувствует и действует. Как с целым аппендицитом. И поэтому... Вот в этом случае мне особенно хорошо помог и помогает тмин. Взявший на себя часть, значит, вот этой защиты. Чтобы все нормально было. Так, теперь вернемся к детям. Дети лучшие в нашей жизни. Что же происходит в 3-4 года, если удаляется аппендицит? То есть, я думаю, так просто все-таки родители не идут и не ведут своих детей на такую полостную операцию по удалению аппендицита. Вот, мол, удалим. Как это раньше там было. Было, так сказать. Практиковалось. То есть, имеется какая-то причина. Что-то какие-то возникают. Там колики. Какие-то там боли в животе. Что вынуждает родители обращаться к врачу. Ну и тот, естественно, валит все на аппендицит и удаляет. Очень важно посмотреть на этот удаленный аппендицит. Вот как он выглядит. Вот у меня, если бы я сейчас бы, я бы его не удалял. Все это можно сделать, конечно же. То есть, в моем случае, если приступы повторяются, то это уже, конечно-то, да, веские показания к тому, чтобы его удалить. Вы уже упустили все это время, когда можно восстановить. Так вот. Что происходит с детским организмом? Пищеварение. Как бы сказать, начиная с самого рождения до взрослого состояния, оно должно пройти определенные этапы. То есть, войти в силу, войти в свои, как бы сказать, возможности по перевариванию пищи. Сразу, вот, грудному ребенку, когда у него еще пищеварение вообще не приспособлено, он только вот появляется, он потребляет, можно сказать, вот, часть материнского организма в виде молока. Понимаете? То через кровь ушло питание плода, а это происходит через молоко. То есть, и начинается формирование, будем говорить, и вхождение в силу пищеварительной системы ребенка. Так вот. Так вот. Значит, ребеночек родился, молозиво, потом пошло молочко, и начинает пищеварительная система работать. Все это там такое на таком щадящем режиме. В щадящем режиме формируется там сегодня там своя там микрофлора, которая должна защищать и кишечник, и организм маленького человека. Вот, но это же не может все длиться вечно, молочное там питание. Такое щадящее и, как бы сказать, вводящее, подводящее человека к питанию взрослому. Вот начинается переход, то есть появляются зубки, и примерно там с полугода год, а то и раньше начинается, начинается взрослое питание. Потихонечку, потихонечку оно все это там дается. И вот, в зависимости от того, что дается, как дается, пищеварительная система ребенка может вот этот вот как раз переходный период пройти нормально, укрепиться и перейти на взрослое питание, на, так сказать, видовое питание, которое свойственно. И если же в этот период, вот как раз где-то с года до 3-4 лет, что-то происходит, какое-то неправильное кормление, то, которое не подходит, вернее, не свойственно пищеварительной системе человека в этом возрасте, это важно понимать, то начинаются различные проблемы. И я думаю, это вот в первую очередь сказывается на аппендиксе. То есть этот орган должен выполнить какие-то функции по тому, чтобы вот как-то нормализовать работу кишечника, то есть слишком, дается большая нагрузка на него, подаются продукты, которые, которые вообще, кишечник не знает, что с ними делать, потому что столько всего искусственного, мы, люди, стали какие-то уже хомоискусственные. Что это сказывается вот таким вот образом? И дабы, дабы вот это вот возмущение как-то, значит, преодолеть, вместо того, чтобы заняться вплотную, почему там идут сбои в работе кишечника, нормализовать питание, все это дело нормализовать, просто-напросто думаю, да, вот, удалием аппендицит, который, к тому же, я думаю, на все это реагирует, ну и дальше пускай, пускай как получится. Как говорится, получится нормально, ну получится, а не получится, ну там будет еще там какие-нибудь там лекарства там, кушать, да, и жить на них. То есть это уже другое. Проблема. Проблема, значит, вот люди пришли с проблемой кишечника, мы, значит, исследовали, решили, что это вот аппендицит, что он как, вот так вот реагирует, и, естественно, болит. Значит, мы его вырежем, да, и все. И на этом все это дело заканчивается, не вдаваясь в подробности, почему это произошло, как это можно по-другому исправить. Вот я вам высказал свое мнение, почему удаляются именно в 3-4-летнем возрасте аппендициты у детей. Это как раз вот этот вот переходный возраст, в котором пищеварительная система ребенка должна перейти на взрослое питание. И вот тут, тут вот такие вот вещи и происходят. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют, и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту, цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.